Я постараюсь прочитать лекцию, чтобы вам было интересно. Тема моей лекции «Теория игр в инвестировании». Для начала давайте мы с вами вспомним, что такое инвестирование, и в частности портфельное инвестирование. Портфель ценных бумаг представляет собой определенный набор из акций, облигаций и других ценных бумаг. Теоретически портфель может состоять из акций одной компании, но такой портфель будет иметь маленькую доходность и большую степень риска. Дальше. Можно в такой портфель замещать акции этой компании другими акциями другой компании, но от этого мы показатель риска не снизим и не увеличим за счет этого доходность. Основная задача портфельного инвестирования – это улучшить свойства инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие характеристики, которые недостижимы с позиции одной отдельно взятой бумаги. Я думаю, это понятно, да? Давайте посмотрим на следующий слайд. Итак, естественно, основные цели инвестора какие? Безопасность вложения, доходность вложения, рост вложений и ликвидность. Под безопасностью вложения что мы понимаем? Минимальные риски. Минимальные риски, да. Доходность вложения, естественно, инвестор к чему стремится? Прибыль. Прибыль получили какую прибыль? Максимальную. Максимальную прибыль с минимальными затратами, да? И минимальным риском. Дальше. Рост вложений. Ну, естественно, мы хотим получить. Больше. Чем больше, да, тем лучше, да? Причем затратиться сколько мы хотим? По минимуму. По минимуму, правильно. Итак, и ликвидность. Что такое ликвидность? А, ликвидность. Когда мы можем нашу ценную бумагу в нужный момент времени беспроблемно продать, да? То есть, если наша ценная бумага не ликвидна, кто же у нас ее купит? Никто не купит, да? И будем мы сидеть с этой ценной бумагой без дохода. Ну, может быть, даже и без риска, да? Ну, самое главное, без дохода. Итак, дальше. Процесс формирования инвестиционного портфеля состоит из пяти этапов, которые вы видите на следующем слайде. Давайте мы с вами поговорим еще, к чему стремится инвестор. Инвестор хочет разнообразить свой портфель, да? Если бы вы были инвестором, какое количество ценных бумаг вы бы сформировали в ваш портфель? А? Оптимальное количество какое? Количество? Сто. А? Сто. Сто? Я думаю, Денис Николаевич, да, сто, это слишком много придется вкладывать, да? Пусть не купите по одной акции сто различных компаний, да? Это тогда сто акций одной компании необходимо купить, чтобы получить некоторую прибыль, да? Итак, давайте еще поговорим о диверсификации. Что такое диверсификация? Это распределение суммы вложенных средств между различными инвестиционными инструментами. Например, посмотрите, мы можем совершить упрощенную диверсификацию, то есть распределить наши денежные средства без особого анализа между акциями разных компаний, да? Например, понравились нам две акции, не две, акции двух компаний, да? Купская будет. Магнит и Газпром, да? Мы взяли, у нас всего 1000 рублей, мы взяли, поделили пополам, 500 рублей вкладываем в одну акцию, 500 рублей в другую. Такое может быть? Может, но проблема в том, что акции магнита стоят, ну, 3 месяца назад стоили 11 тысяч, сейчас стоят 8 с копейками, да? То есть поэтому за 1000 рублей мы даже не купим одну акцию компании магнит. Дальше. Как вы думаете, если у нас стоимость акции влияет на вашу прибыль, если акции ВТБ номинальная стоимость была 0,00, там сколько-то копеечек, да? Представьте, какое количество акций вам необходимо купить этой компании, да? Чтобы получить реальную прибыль. Может быть, норма доходности и 200 процентов, да? Ну, а в действительности, представьте, 200 процентов от 0,00 копеечек. Это сколько будет? Тоже копеечки, правильно? А представьте, акция магнит, если акция стоит, ну, пускай, даже по минимуму возьмем 8 тысяч, да? 200 процентов дохода от 8 тысяч, сколько будет? А? 16 тысяч. Молодцы. 16 тысяч, да? Хорошо. Прибыль уменьшит. Поэтому, чем больше стоимость акций компании, да, тем выгодит для инвесторов в нее вкладывать. Ну, конечно, акции ВТБ сейчас тоже пользуются спросом, да? Но представьте, сколько их надо купить и сколько ждать, чтобы в действительности получить реальную прибыль. Ну, поэтому я всегда советую покупать те акции, которые более-менее нормально стоят, да? Ну, естественно, для того, чтобы покупать эти акции, вам необходимо иметь капитал, да? Если у вас 1000 рублей, пойдете вы за акциями на рынок ценных бумаг, а? Маловато, да? Ну, хотя бы 50 тысяч, 100 тысяч надо иметь, чтобы получить некоторую прибыль. Дальше, посмотрите. Ну, я считаю еще, что оптимальное количество акций в портфеле для обычного инвестора, и для компаний, и для банка, это 8-10 активов. Почему? Потому что если вы соберете 100 акций, Денис Николаевич в своем портфеле, то представьте, как вы их будете контролировать, да? Сегодня первая акция там поднялась в цене, последняя упала, и так далее. То есть надо постоянно перерассматривать портфель, чтобы не потерять доходность. Итак, излишняя диверсификация может привести к таким отрицательным результатам, как, и посмотрите, у вас на следующем слайде отображено, во-первых, невозможность качественного портфельного управления, да, это представьте, каждый день вы должны будете просматривать 100 компаний, да, что там с какой компанией произошло, если 10, это реально, да, если 100, это нереально. Дальше, второе, покупка недостаточно надежных доходных ликвидных ценных бумаг, то есть поспешите, не проанализируйте, да, и потеряете свой доход. Дальше, следующее, рост издержек, связанных с поиском ценных бумаг, и высокие издержки при покупке небольших партицерных бумаг, как я и говорила, если вы будете покупать по одной акции каждой компании, да, то от этого толку никакого не будет. Дальше, давайте перейдем к следующему, о чем я хотела с вами поговорить. Можно еще вернусь назад. Еще забыла сказать, посмотрите, что такое диверсификация. Мы сказали, что должны распределять свои денежные средства разными способами. Что такое диверсификация? Чтобы уменьшить показатели риска. Ну, во-первых, с оптимальным количеством мы разобрались, да, дальше. Второе, мы должны брать, рассматривать компании из разных отраслевых сверхъездностей, да. Это отраслевая региональная диверсификация. То есть, если компании, какие можно брать? Например, банки, да, и нефтегазовую отрасль. Понятно это? Хорошо. Дальше, разнообразие активов. Что это означает? Что активы должны быть разных видов. Хотя бы, самое основное, это акции и облигации. Что такое акция? Это высокорисковая ценная бумага. Но за счет нее вы можете получить большую прибыль. А облигация, зачем вам нужна в портфеле? Чтобы снизить риск. Облигации, это низкодоходные, но и зато малорисковые ценные бумаги. Дальше, вы можете брать активы с разными сроками обращения. Какие вы знаете? Краткосрочные, да, в портфеле ценных бумаг. Дальше, среднесрочные, долгосрочные. На какой период времени вы считаете краткосрочные? А? Восемь. Ну, год, многовато. Ну, можно месяц взять, да? В зависимости от инвестора. Может быть, краткосрочные, один день. Раз, да, акции вашей компании поделись ценнее. Вы с утречка купили, вечером продали, получили прибыль. Вот у вас портфель был, существовал один день краткосрочный. Да? Хорошо. Ну, естественно, если говорить о разнообразии, то можно покупать активы и других стран, да? Но для этого, опять-таки, тысяча рублей, тысяча долларов даже будет маловато. Чтобы выходить на другие фондовые рынки, надо сперва разобраться с российским ценным, с российским фондовым рынком, так? Вот они вот и разобрали. И хочу на примере нескольких обыкновенных акций компаний. Разных из разных отраслей, отраслевых сфер деятельности. Давайте рассмотрим всем известный Сбербанк, да? Я надеюсь, все Сбербанк знают, что это крупнейший банк. Да, основные параметры написаны на слайде. Надеюсь, вы успели прочитать. И я вам предоставила графику зависимости от периода времени цен на акции Сбербанка. Это акции обыкновенные. Вот посмотрите, за последние три месяца, что у нас происходит. Цена скачет. Ну, как вы думаете, акции этой компании выгодны для влашения? Да. Да, очень даже выгодны. Если вы зайдете на любой сайт и посмотрите графики цен других акций, да, это очень хорошие акции. Во-первых, они возрастают, да? И что у нас получается? Вот если мы возьмем самую нижнюю тучечку, это какая тучка? Ну, примерно 108 рублей, да? И самая высокая тучка 140 рублей. Прибыль составит сколько рублей? 32. Если мы посчитаем через норму прибыли, у нас составит 30%. 30% нормы прибыли за несколько месяцев. Очень хорошо, да? Но Сбербанк, акции Сбербанка очень медленно растут. То есть, в принципе, они стабильны. Даже если мы рассмотрим, сейчас я распечатала, но еще не смотрела. В 2009 году акции Сбербанка, в принципе, не сильно отличались от сегодняшних цен. То есть, около 100 рублей были. Так и колеблются они больше 100, чуть меньше 100. Поэтому я считаю, чтобы включать акции Сбербанка в свой портфель, это на долгосрочную перспективу. Не на день, не на два, не на полгода, да? А хотя бы на год. Ну и всякции этой компании мне нравятся. Дальше давайте посмотрим. Следующая компания, которая тоже мне нравится, это Новотек. Новотек. Независимый производитель природного газа. И уже, посмотрите, цены, какие у нас будут повыще, да, чем Сбербанка, или нам, я не знаю. У нас самая нижняя цена была 680 рублей, самая высокая цена 680, да? Вот смотрите, уже прибыль идет 100 рублей, да? В Сбербанке, но если мы посчитаем норму прибыли, то получим прибыль 17%. Вот смотрите, у Сбербанка, у акций Сбербанка была норма прибыли 30%, а здесь 17%. Но если мы посчитаем прибыль в денежном эквивалюте, что у нас получается? Здесь 100 рублей на 5 акций. 10 акций какая прибыль? А? 1000. Если мы посчитаем акции Сбербанка, 32 рубля, то 320 рубля, да? Разница чувствуется. И следующая компания. Посмотрите, поле золота. Ну, понятно, по названию, чем занимается эта компания, да? И акции этой компании уже намного и намного больше в стоимости, да? Посмотрите, самая нижняя, сколько у нас там? 3 тысячи... 3 тысячи 600 примерно, да? И самая высокая 4 800, да? Уже доход с одной акции сколько составляет? 3 200 рублей, да? Сразу 10 акций. Какая будет прибыль? 12 тысячи. А? 12 тысяч. 12 тысяч. Молодцы. У меня им считают. Хорошо. И если мы посмотрим норму прибыли, то получаем 33%. Да? Вот смотрите, Сбербанк 30, здесь 33, но в денежном эквиваленте все-таки 320 рублей и 12 тысяч. Разница есть, да? Поэтому мы выбираем те акции, чтобы была прибыль, более или менее ощутимо. Хорошо, с этим разобрались. Дальше. Существует два подхода к моделированию структуры портфеля. Первый нацелен на агрессивное приращение капитала, а второй нацелен на инвестирование с низким риском и предназначен для равномерного приращения капитала. Комбинируя в различных пропорциях высоко и низко рискованные подходы, можно получать следующие варианты портфеля. Вот посмотрите, чем больше акций, тем портфель более агрессивный, да? Почему вы считаете он более агрессивным? Потому что более доходный. Доходный. Чем больше акций, больше доходность. Чем больше облигаций, тем ниже риск. И как все инвесторы выбирают для себя оптимальный портфель. То есть кто-то хочет сразу за два дня получить миллион рублей, да? Но он готов идти на риск, у него есть деньги. Поэтому он, естественно, выбирает агрессивный первый портфель, посмотрите, состоящий на 100% из акций. И если мы не хотим рисковать, ну, хотим пусть какую-то прибыль, да? То, естественно, мы возьмем третий консервативный, где нет акций, а полностью есть облигации. Хорошо. Итак, дальше. При формировании инвестиционной политики определенное значение имеет индивидуальные склонности человека к риску. Вот посмотрите. Как правило, инвесторов подразделяют на консервативных, умеренно агрессивных и агрессивных. Как я и говорила, это от отношения инвесторов к риску. На следующей табличке вам показано цель инвестора, степень риска, тип ценной бумаги, патрон выбираем, и тип портфеля, который он формирует. Это не буду проговаривать. Надеюсь, видно и понятно. Так, дальше. Рассмотрим модели формирования инвестиционных портфелей. Первая модель всем известна. Модель Мартовица. В этой стандартной модели инвесторы могут распоряжаться только собственными денежными средствами. И существует ограничение. Сумма, посмотрите. Первая формулка равна дичке. Что это значит? Что у вас сколько денег? 100%. Если вы, возьмем 3 компании, которые мы рассматривали. Если мы хотим вложить в каждую компанию одинаковое количество денег, то, естественно, мы вкладываем по сколько процентов? По 33. 33.3.3. То есть, в сумме у нас получается 100% наших денег. Единственное, даже не единственное, все-таки значительный минус этой модели является ограниченность доходности в портфеле. То есть, доходность любого стандартного портфеля не может выходить из наибольшей доходности актива, из которых состоит портфель. То есть, если мы составляем из двух акций, первая акция с доходностью 10%, вторая 20%, то мы больше 20% никак не получим доходность. Как бы не формировали такой портфель. Поэтому мы переходим к следующей модели. А, нет, забыла. Забыла еще сказать. К следующей модели мы перейдем. Я покажу ее за этим слайдом. Но пока расскажу. Следующая модель, модель блэка, позволяет выйти из этих ограничений. Если нам 20%, это мало дохода. Мы хотим больше. Зачем нам 20%, если мы хотим 100%. Что же нам делать? Нам тогда нужна модель блэка. Модель блэка позволяет выйти из этих ограничений и сформировать такой портфель, в котором существуют быстрые продажи. Что такое длинная позиция и быстрые продажи? Длинная позиция, когда мы играем на повышение цен акции. То есть, купили акцию, посидели с ней в месяц, смотрим цена акции. Опа, выросла. Мы что сделали? Побежали, продали, получили прибыль и сидим довольны. Но на таком принципе много не заработали. Для этого и придумали быстрые продажи. То есть, когда мы знаем, что цена на данную акцию обязательно упадет, мы что делаем? Бежим к кредитору, берем у него взаймы акции этой компании, сразу продаем, полученную денежку вкладываем в другие акции, которые находятся в длинной позиции. А когда акции нами заняты, падают в цене, мы бежим их покупаем и возвращаем кредитору. То есть, мы одновременно что делаем? Играем мы на понижение стоимости акции, да, и на повышение. За счет этого мы можем избрать себе абсолютно любую доходность портфеля. И следующий слайд, вот, это модель блэка. Посмотрите, мы можем выходить за рамки положительных процентов. То есть, если мы взяли взаймы, то мы должны отдать. Поэтому без такой акции будут отрицательны. Когда берем кредит, всегда минусуем, да? Поэтому все равно отдадим. Но главное, смотрите, не перепутать, да? Взяли, побежали, заняли акцию, да? Продали, прибежали, она повысилась в цене. Ну, Байя, ну что? Теряем, да, в убытках. А еще лучше, если мы побежали, продали и вложили в те акции, которые наоборот упали в цене, да? Поэтому и существует анализ ценных бумаг и формирование портфеля, чтобы не потерять свои денежки. Хорошо. Итак, это мы рассмотрели. Дальше. Ну, я всегда использую модель Блэка, которая преобразовала векторную форму. Математика, конечно, здесь маловато. Но могу объяснить, что с помощью простого даже процессора Excel мы можем посчитать, как произведение матриц спормировать и построить график зависимости, доходности и риска наших портфелей. Ну, формулки, наверное, побыстрее перелеснуть, да? Итак, смотрите, применив самые простые расчеты к нашим рассматриваемым акциям Сбербанк, Новотек и Полюзоната, мы, посмотрите, получили основные показатели. Какие основные показатели? Доходность и риск, да? Видим, что у нас все выбранные нами акции. Во-первых, положительная норма доходности, это уж не хорошо. Ну, конечно, есть риск, да? Доходность, в принципе, не сильно большая, но мне нравится. Если вы посмотрите сами на некоторые акции из, например, отрасли, из энергетики, во-первых, они стоят копейки, во-вторых, прибыли никакой. То есть нас пока в некоторых областях не очень радуются, да? То же самое АвтоВАЗ, там некоторые акции, ну, не сильно нас радуют. Поэтому я считаю, что эти акции могут порадовать нас, да? Хорошо, дальше. Из этих акций мы сформируем портфель ценных бумаг. И на графике, который вам отобразился, давайте посмотрим, что у нас получается. Что-то за кривая такая. Кривая состоит из точек, каждая точка, у которого есть портфель. То есть если инвестор хочет минимизировать риск, то какой портфель возьмем? Посмотрите, что это портфель, который находится в начале нашей кривой, да, с минимальным риском. Естественно, такой портфель будет находиться в длинной позиции, то есть мы распоряжаемся нашими собственными средствами. И кардинаты такой точки тоже здесь предоставлены. Ну и если нас не устраивает такая доходность, мы куда идем? Право-вправо по нашей кривой. То есть определим точечку, которая нам больше нравится, мы можем узнать, каким образом вкладывать наши денежки в наши акции. Понятно? Хорошо. И вот посмотрите, что мы получили. Что для того, чтобы получить минимальный риск в нашем портфеле, мы должны в акции Сбербанка вкладывать 2,4% своих денег, 46% новотек и полюс доллара до 30. Итак, и теперь еще чуть-чуть займу вашего внимания, потому что кто-то уже присыпает. Рассмотрим дальше теорию игры именно в портфельном инвестировании. Что такое теория игр? Теория игр раздела теории исследования операций, занимающейся математическими моделями принятия оптимальных решений в условиях конфликт. То есть все, что вокруг нас, мы можем рассмотреть как игру. Правильно? У вас всегда есть выбор. Теория игр – это методы нахождения оптимальных решений. Дальше, если мы рассмотрим любую матричную игру, это самая простая игра из теории игр. Можно определить любую матричную игру. То есть, например, у вас был сегодня выбор. Какой? Пройти-не-пройти. Пройти-не-пройти, да, несмотря на погодные условия, да, и так далее. Какие-то у вас другие были, проблемы, дела, вы все равно взяли, пришли. Да? То есть у вас был выбор. Для вас он был оптимальным решением. Ну, я так надеюсь, конечно. Дальше. Существуют игры с природой. Что это за игры с природой? Когда противником является природа, погода, спрос и так далее. То есть не человек, не компания, а та сфера, которая нет, которая вы не можете предложить оптимальное решение. Можете вы выйти на улицу и сказать, хочу дождик. Сказать-то можете, да? Но это уже на следующем улеке. Да, погода вас не послушается, да? Вот такие вот игры называются игры с природой. Я взяла и просчитанным портфелем применила обычную матричную игру. Вот посмотрите, что у меня получилось. Мы портфель с вами разобрали, да, агрессивный, сбалансированный, пассивный. Я взяла как стратегии инвестора. То есть руки матрицы – это стратегии инвестора, которые могут сформировать один из этих портфелей. И разные портфели – на один месяц, на шесть месяцев, на год. То есть краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. И проанализировала стратегии инвестора с уже сформированными портфелями. Но для того, чтобы получить сразу оптимальный результат, нам необходимо, чтобы в правой части посмотрели значение. Максимальное из минимальных соответствовало минимальному из максимальных. Оно не соответствует, поэтому решения в чистых стратегиях у инвестора не существует. То есть что он должен? Комбинировать свои портфели. То есть использовать не один портфель, а сразу может использовать несколько портфелей. С помощью двойственных задач линейного программирования, если вам это о чем-то говорит, мы нашли оптимальное решение, посмотрите, для инвестора. То есть в 40% случаев он должен использовать адресивный портфель, 36% сбалансированный, да, и в 24% случаев пассивный. Тогда он придет к оптимальному результату доходностью 0,18-95%. Ну а если инвестор не хочет смешивать свои стратегии, а хочет один-единственный создать оптимальный портфель и с ним уже возиться, да, то он может в теории игр использовать основные критерии. Я вам привела основные критерии на слайдах. Это критерии лаппласса, которые считают, что все доходности в нашей матрице равновероятны. И с первого критерия, если мы посмотрим, так, мы должны выбрать первую стратегию. Критерий Вальда считает, что все будет плохо, что придем на рынок ценных бумаг, на все обидят, да, и мы получим маленькую прибыль, да, и мы должны будем тогда из всех плохих результатов выбрать такой. Найлучше. Это и есть критерий Вальда, еще называется критерий пессимизма. Дальше. Следующий критерий максимума. Мы считаем, что мы оптимисты, да, и будет все хорошо. Возьмем тысячу рублей, пойдем на рынок ценных бумаг, и сразу у нас будет агрессивный портфель с максимальным ростом, да. Хорошо. Следующий критерий у нас в Гурвицах, когда мы сами определяем степень своего оптимизма. Ну, естественно, это зависит от человека, да. Если мы верим в светлое будущее, мы возьмем большую степень оптимизма. Если в меньшей степени, да, то в меньшей степени это и есть показатель альфа. Критерий сэкшен показывает матрицу риска. То есть, что мы делаем? Формируем матрицу рисков, и из рисков мы какой хотим выбрать? Минимальный и из максимального, да. Проанализировав нашу матрицу с помощью критерий, можно было сказать, что в основном у нас везде попадалась первая стратегия. То есть, лучше всего сформировать агрессивный портфель. Но мы исследовали с помощью теории игр, матричную игру. Матрица у нас состояла из доходности, правильно? Мы в эту матрицу не включили риск. То есть, до этого я вам объяснила, как минимизировать риск, и здесь мы уже максимализируем доход. Ну, и я так думаю, вы слегка от меня устали уже. Давайте сделаем вывод с вами. То есть, какие бы вы портфели формировали, и на какое период времени? За неимением большого, как стало агрессивным и обходным, соответственно. То есть, агрессивный бы на... Как вы говорите? Краткосрочный, да, сбалансированный на среднесрочный, да, и на долгосрочный, естественно, пассивный. Это самые приемлемые результаты. Конечно, для того, чтобы получать действительно прибыль, естественно, нужен какой-то начальный капитал и основные, хоть какие-то... Хоть что-то знать, что-то уметь, да, почитать, разобрать. И посмотрите, я вам в конце привела сайт, которым я всегда пользуюсь. О нем очень удобно разбираться с акциями, с облигациями. Есть и ликвидность, и картировки. Можете посмотреть график зависимости цен за разные периоды времени. Все написано, оп, имитиньте, пока же компания. То есть, это не реклама с сайта, просто действительно, перебрав все сайты, мне это больше всего нравится. И не обязательно в нем регистрироваться. Благодарю вас, внимание.